В эти выходные в Новоалтайске состоится всероссийский турнир по греко-римской борьбе в памяти героя Советского Союза Ивана Григорьева. В соревнованиях примут участие около 170 юношей с Урала, Сибири, Татарстана и других регионов страны. Будут и почетные гости. Продолжим тему с заслуженным тренером России по греко-римской борьбе, тренером Виталия Щура Владимиром Кучером. Здравствуйте. Добрый день. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе будет проходить уже, если не ошибаюсь, в 49-й раз? Да, в 49-й раз. В чем секрет долголетия? Вы знаете, наверное, город Новоалтайск отличается от многих городов чем? То есть небольшой город, моногород. Наверное, самый такой востребованный вид спорта для города – это борьба. Хотя много видов спорта. Есть понимание традиций. И поэтому этот турнир заложили наши старшие. Это один из них – директор завода «Алтайвагон» Дубовцев. К сожалению, его буквально две недели назад не стало. И основатель борьбы Новоалтайский – это мастер спорта Советского Союза Владимир Павлович Кулешов. С них начался этот турнир в памяти героев Советского Союза. То есть начало было еще в советское время. То есть по 700 человек участвовало. То есть очень много. Поэтому прежде всего 49-й, наверное, я думаю, что мы должны научить детей как-то помнить о том, что была война, что есть понимание какой-то сплоченности между народами, между ребятишками. То есть учим их дружить, учим общаться. Ну и все это памяти человека, героя Советского Союза. Но ведь участников и в этом году, в отличие от тех десятилетий, достаточно. Да, да. В принципе, достаточно. Есть, конечно, маленький нюанс. Минспорт в этом году, к сожалению, сдвинул спорта Киаду школьников именно по этому возрасту. И мы потеряли порядка 90 человек от этого турнира. Было бы намного больше. Даже наши ребята с Алтайского края, сборная команда, уехала в Бакан. И вот завтра у них тоже начинается спорта Киада школьников. Но несмотря на то, что турнир проводят в Новоалтайске, и он объединяет местных ребятишек, приезжают ведь гости. Значит, чем-то этот турнир им нравится. Значит, видимо, уровень достойный. Так бы не ехали. Я думаю, что атмосфера и проведение. То есть нас, прежде всего, интересуют соревнования, чтобы ребятишки боролись. То есть просто надо будет приехать посмотреть вот эти детские глаза после этих соревнований. И они запоминающиеся. И само отношение. То есть ребята у нас живут в Сосновом Бору. Основная масса – это спасибо санаторию Сосновый Бор на самом деле. То есть уникальные условия. Свежий воздух, белочки. Все это запоминает. А вообще, насколько этот вид спорта на территории нашего региона популярен, что ли? Вы знаете, ну, я могу сказать так, что если брать по заслуженным тренерам, то есть у нас, если я не ошибаюсь, даже со времен Советского Союза, по-моему, с Республики Алтай, пять или шесть заслуженных тренеров только России. Ну, мастеров спорта международного класса на сегодняшний день тоже, наверное, человек 8-9. Вот. Ну и, в принципе, традиции очень большие. То есть один из основателей, будем так говорить, это Кишицкий Анатолий Саныч. Вот. Продолжатели, как бы, его воспитанники. Там, Сарство Небесное Федор Степанович, Хромцов, Кулешов, Казаковы. То есть, ну и в каждом городе Бочевар. Вот. Каждый город он по-своему уникален. И, ну, вид спорта, я не скажу, что он номер один в Алтайском крае, но много ребят занимается. И, то есть, показатель результата, да, в мире борьбы, ну, он известен. Взять хотя бы последние, там, достижения Виталия Щура, мастера спорта международного класса. То есть, поэтому ребятишки тянутся, нам есть на кого равняться. Кстати, о тех, на кого стоит равняться, о почетных гостях. Кто приедет и какие планы спортсменов? Прилетели Алексей Мишин, значит, шестикратный чемпион Европы, чемпион мира, чемпион Олимпийских игр. Искандарян Мацакан, олимпийский чемпион, то есть, трехкратный чемпион Европы, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка мира. Андрей Черепахин, заслуженный мастер спорта, двукратный обладатель Кубка мира. Очень много ребят, мастеров спорта международного класса, которые наши воспитанники, там, Алексей Иванов, Евгений Попов. То есть, они все приедут поддержать ребятишек, поддержать турнир, прежде всего, показать какие-то знания свои. То есть, мастер-классы будут, да? Да, у нас после открытия завтра будет мастер-класс. То есть, это ребята, олимпионики, они будут показывать после открытия сразу, прям, когда будут зрители, когда будут дети смотреть. Все это в такой дружеской обстановке. Вот, мы прошлый год это попробовали впервые, именно во время открытия турнира. Ну, всем понравилось. Как стать зрителем-то турнира? Вот, наверное, что важно. Надо просто приехать в зал. Вид спорта, борьба у нас бесплатный. Ну, редко. За границей, да, бывает, что приходится платить деньги, чтобы зайти в зал. У нас этого нет. У нас все входы и выходы бесплатные. И турнир будет проходить и в субботу, и в воскресенье, с утра до вечера. Значит, в 10 часов начало, в 12 открытий, я так говорю, по субботу и до вечера. И во второй день это утешительные схватки и борьба за третье и первое место. Утешительные, да. Да, утешительные. Ребята, кто проигрывает финалистам, все, кто проиграли, между собой еще борются, чтобы потом бороться за третье место. Кстати, у нас турнир, наверное, ну, не единственный, но один из немногих, где на турниры разыгрывается именно одно третье место. У нас по регламенту, по правилам два третьих места, но у нас одно. Ну, я уже вначале говорила, что турнир посвящен памяти летчика. Он погиб за день, за день до победы. Да, 8 мая 45-го года. Летчик-штурмовик, известная фамилия. То есть сейчас, к сожалению, его родственников нет. У него сестра приходила в свое время всегда на соревнования. Там брат был. То есть с большим уважением к ним всегда относимся. Ну и прежде всего турнир памяти героя Советского Союза. То есть ребята должны знать, к сожалению, последнее время, сейчас более-менее патриотическое воспитание возвращается. Но у нас многие ребята, молодые, даже не представляют, что такое война, сколько людей горя в свое время пережили. И вот на этом примере, на примере этого человека, то есть мы стараемся как-то им привить понимание того, что было. То есть память почтите, да? Каким-то образом расскажете о нем? Да, обязательно во время открытия соревнований, то есть обязательно. У нас говорится об этом человеке. Мы чтим минуты молчания. Вот поэтому... Возложение цветов. Возложение, да, гирлянды, цветов. То есть почетный караул. Вот. В этом году у нас на открытии будет играть, ну, впервые за много лет, на самом деле, мы попробовали, значит, оркестр Росгвардии нашей краевой. Уникальный оркестр. Я послушал, я просто был поражен. То есть просто чисто физически нет времени этим заниматься. Но иногда, когда возникает момент, я вот говорю, послушал, у нас в Алтайском крае очень много талантов, на самом деле. Идти только в спорте. Вот следующий турнир по греко-римской борьбе, он будет юбилейный. Юбилейный турнир. Уже знаете, как проведете или нет? Сейчас я могу сказать так, что вот это у нас репетит следующего турнира. Я надеюсь, что, по крайней мере, мне предварительно подтвердили немцы, эстонцы, поляки, швейцарцы. То есть, ну, такой состав интересный будет довольно-таки. Болгары подтвердили. И самое-то интересное подтвердили ребята, которые раньше в свое время боролись. Вот болгары двукратный олимпийский чемпион Армен Назарян. Швейцарцы, там, поляки, завадский олимпийский чемпион. То есть, ну, такая когорта, если соберется вот таких имен, и еще вдобавок ко всему сделать мастер-класс, я думаю, что будет очень удивительно. Вот. На следующий год, конечно, при помощи Федерации спортивной борьбы России будет очень, ну, много работы по поводу приглашений, виз и тому подобное. Вот. Ну, а так, я могу сказать, если в этом году, я, наверное, скажу, что очень хочется большое спасибо сказать фонду Прокопьева. Вот. Я не могу всех назвать, как бы, ребят, которые помогают, но фонд Прокопьева на протяжении последних нескольких лет очень активно участвует в проведении этих соревнований. То есть, тем самым, как бы, поднимая уровень этих соревнований, даже вот эти олимпионики, да, это заслуга, наверное, не наверное, а заслуга то, что ребята сюда приезжают на фонд Прокопьева. Он беспокоится о том, чтобы люди доехали, жили. Парк-отель у солнечный, то есть, они предоставляют для гостей все эти моменты. Ну, вообще, весь город, я думаю, весь Алтайский край, в принципе, Министерство спорта, администрация края, ну, в принципе, как все вы там участвуют, по своему сценарию. Ну, в общем, фестивалю быть? Да, я думаю, что быть. Существовать еще долгие-долгие годы. Спасибо. Поэтому я приглашаю всех на эти соревнования. Надеемся, что люди найдут время, приведут детей, внуков. Всем понравится. Спасибо за эту интересную беседу. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»